Еду на обучение всяким там знаниям по вождению яхты, катера, потому что у нас теория была, а как бы практики не было. Через 200 метров поверните налево. Поэтому, чтобы брать там в аренду какую-нибудь огромную яхту, надо знать там, как рация вот эта все работает, как с шлюзом там переговоры вести, как приборы там всякие на ней и прочее. И вот, чтобы все это понимать, знать, короче говоря, двухчасовой курс. Сейчас будем плавать и будут рассказывать. Будем ходить, а не плавать. Я буду узнавать, как там что работает и так далее. Прочитали мне тут лекцию основную. Сейчас будем выходить в реку. Вот тут такие яхты. Вообще можно будет потом на прокат взять, куда-нибудь там далеко сходить. Здесь специальный прибор, там эхолот, всякое остальное все есть. Что-то так, да? Можно оттуда, как быть. Наш дымок, пока. Сейчас прокат. Ну, наверное. Поэтому, поэтому, вот мы ходим. Мы ходим исключительно на... И скорость мы подбираем, да? На оптимальном режиме работы двигателя. Здесь, допустим, 3600. В режиме глиссера, я имею в виду, да? 3600, ну, а и там 3800. Можно, конечно, и дальше доваливать за 4. Но там будет уже скачкообразно просто расход. Глиссер, он когда максимально, да? Да. Для того, чтобы еще отрегулировать, есть такие, так называемые, трансовые плиты. Трансовые плиты. Когда? Значит, когда они, допустим, вот я дожал их в одно время-то, да? Они мне запустились. И когда я начинаю разгоняться, да? Да, на них начинает воздействовать сопротивление, да? Воды появляется сила, толкающая тормозы вверх. И тем самым я легче покажу на мисер. А когда я уже на мисере, они уже начинают меня тормозить. И их надо, наоборот, будет поднять. Чтобы они не создавали сопротивление. И не нужно. Абсолютно. Понятно. А почему они так отдельными двумя кнопками? Да, потому что есть право и лево. Допустим, мы пригласили там кого-то, друзей. Собойте. Не друзья, все взяли, мы вышли на мисер. И тут они вот вгрузились, допустим, на одной стороне. Ну, что-то там им интересно, смотрят они туда, да? У вас будет пен. А, чтобы вырвать? Вы тогда берете, да, левую парку. Понятно, если они на левую парку, чуть-чуть начинаете ее отпускать. И она, значит, катер выравнивает. И люди вы дальше спортует. В этот момент появилась какая-то красивая картинка с другой стороны. А они у вас перебегут. А, ну, понятно. Вы получите еще больше пен. Получите еще больше пен. Понимаете, да? Вам придется, значит, обратно возвращать в нужное положение, на котором была, да? Эта плита. Или там вот оперативно, в общем, давить на другую, как и положено, чтобы выравнивать обратно, да? Да, понятно. В итоге, вот если они будут бегать, там, час-двадцать, это очень быстро надоест. И тогда наступает самое смешное. Это не танцплощадка. Здесь есть определенные, в разных посадочных места. И бегать не надо. Сели и все. Потому что у нас нет вот этого поверхности жестких, да? Может быть волна встречного, или мы обгоняем там вот. Кадер может швырнуть, если вы на него не зашли аккуратно, да? Если вы, допустим, не посбросили. Какая-то волна. И все, кто вот это, правда, шатающийся, он в лучшем случае, в лучшем случае, ну, наверное, удержится на что-то, смочившись, случайно, да? Ну, и за какую-нибудь трубу там оторвешь, да? Там, так сказать, на реле, или там за это, это еще хорошо. Но если он будет кожен, потому что это будет рывок очень сильный, в режиме еще, когда он пас, он может удариться и получить раму. Или еще сильнее может улететь. Все должны сидеть. Да, или, или, образом говорят, за что-то держаться. Поэтому вы будете говорить, так, ребята, значит, держимся. Держимся, да? Это значит, что-то будет. Держимся, ну, видите, да, волна, не волна там будет. Держимся. И они должны беспрекословно починиться вам. Не задавая вопросов, да, а что сейчас будет, да? Некогда. Ну, некогда, потом объясните, что там будет. Важно, чтобы они выполнили. И вообще, ваши, условно, даже так, команды, да? Ребята, срочно все за борт. Прыгаем просто. А я вам могу сказать, это будет смешно. Вы случайно, у вас опорвался волевой трос, там, или там еще, заклинило машинку, вы не можете ничего, вылетите в скалы. Эффект дельфина, это когда вы переборщили, вы же очень хотели на пяточку идти. Чем меньше смачиваем его поверху, тем, знаете, соответственно, меньше силы не будет. Вот, но можно получить эффект дельфина. Когда нос вот так начинает пробить. Очень приятно было ощущение. Значит, вы и внуку опустите, или, значит, на чем-то прижимать бит. Вот он еще, на чем признает, убрать. Или когда сильное волнение, чтобы у вас морден не улетал, вы тоже их прижмете. Там уже не до этих мишей, до оптимальных моментов. А расход какой-то оптимальный? Ну, походный расход, это ориентировочно рассчитывается полтора литра на километре. На самом деле он меньше. Но это зависит, опять же, как, сколько. Если у вас, как обычно, бывают все здесь, корма загружается, будет очень тяжело, и на глистер выйти. Понятно, да, мы будем давить ручку. И в итоге будет повышенный расход топлива. Второй момент. Если вы там, что-то скажу так, случайно свалились, глистеры, подбирали, подбирали, вам опять целый комбинат движения надо, чтобы вы его пили. Опять будет расход топлива. Второй момент. Вы идете вот так, грубо, мы идем вроде прямо, но если надо посмотреть, у вас будет дентильваторному следу, может быть, вы идете прямо, или вы каким-нибудь, что-то, что-то подвиняете. И альбово-стараппорт. Понимаете, да? Да, вот эти все моменты, они играют. Единственный момент, когда не надо обращать внимание на почему перешагиваю, потому что она мокая, от того, что на то, что когда вдруг приходит прогноз погоды, или вы видите, возлюбляется сильнейшая пища, начинает уже какую-то стену, воду. Ну, везет. Вот тогда надо сваливать. Сваливать куда? А вот до ближайшего места укрытия. А как вот вот эти все прогнозы, где смотрят? Ну, сегодня можно туда прийти? Ну, есть же значит, погодные сайты, люди смеют, естественно. в винде, да? Ага. Там еще все. В принципе, до трех дней более-менее нормальный прогноз. До трех дней. Ну, бывает, что в винде. Ну, и схватная инверсия, и схватная инверсия. Ну, конечно, да. Пыльно. Вот он только пошел вверх вовращивать. Обращаю вам внимание, как карма далеко уходит. Это, как вы знаете, в трамвае автобусы вынос конторомета, да, как бы. Я еще не дошел до точки, я уже начинаю вовратно вовращать. То есть, начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ж ты не смазал Уключену маслом А он все скрипел И вот так улыбался Вижу дозорный Наслышке засек Выслали гадер И я тему просек И как-то я спотел, мужик от руки И закричал Я убью тебя, ладочник! Я убью тебя, ладочник! И я убью тебя, ладочник! Я убью тебя, ладочник! Синее небо Над головой Гранату огуляли Послали домой Но все же я видел Как один генерал Проклятому гаду Семь рубликов дал И так ты ему вслед за ром Я убью тебя, ладочник! 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 Выйду на крыжу Смотрю на фрору И вспоминаю Ту давнюю пору Когда еще молод С гранатой в руке В предательской лодке Я плыл по реке И чисто по привычке Я так нагрючу Я убью тебя, ладочник! 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 вот первое занятие закончилось два часа мы там ходили разворачивались по всякому теперь мне надо еще научиться парковать лодку потому что это очень сложно не машину парковать где она на земле стоит и никуда не двигается тут волна ветер надо задом так заехать как они там плотно стоят и не задеть какое-то просто нереально